Разработка больших веб-приложений. Держи наш слой. Все, спасибо. Что же, всем привет. Я рад, что сегодня собралось так много людей. Вкратце, хотел бы рассказать о том, как я делал дата Большое приложение, которое мы можем монтабировать. И, в принципе, которое мы забыли на Amazon. Написано на API. В тот момент, когда делали свои приложения, там затравилось очень много вопросов связанных с мониторием, с инвалидентами, с автоматическим деплоем, с разработкой в частности. Вкратце, о себе. Когда-то я, в принципе, работал разработчиком. Сейчас я уже меньше занимаюсь разработкой, больше занимаюсь управлением или проектированием чего-либо. В данном случае это только приложением больше всего получается. В том числе, например, наладка работы в командах. Если нам надо внедрить такие штуки, как CI, например. Или, например, скам поставить. А вот если мы ставим какой-то новый проект, надо написать какой-то костяк или что-то базовое. А дальше мы можем подключать ли разработчиков, которые будут это развивать. Соответственно. Как бы там важно начать. Начать можно быстрее работать, можно быстрее все настроить и поменьше получить технического долга. А вот некоторые вещи, может быть, если вы не занимаетесь разработкой WordPress в основном специализируетесь на фреймворках. То есть есть Sense, Otis, Symfony, UE. Тут тот же самый Laravel. То, в принципе, для вас тут, думаю, много вещей будет знакомо. А вот. Ну и обычно, как бы, когда клиент приходит. Он хочет у него относить ограниченный бюджет. Он хочет получить какую-то минимальную рабочую версию. Вот. Ну и, соответственно, нам надо найти какой-то баланс между тем, чтобы это запитали быстро. И чтобы он мог, допустим, презентовать инвестора, выполнить следующий раунд финансирования. Или ему там выделить бюджет, если это, допустим, частная компания. В нашем случае, как было, мы там, по которой руковожу моя компания, она специализуется на разработке API. Вот. Как это выиграли контракт? Мы выиграли контракт за счет того, что мы показали, у нас полностью настроенный свайлер, объяснили, как это все работает. Свайлер — это штуковина, которая генерирует документацию для API. То есть мы показали, что наша документация генерируется на основании кода. Мы дали нашему заказчику уже какой-то готовый интерфейс, вывоз, который может показать, что если вы делаете, допустим, какой-то запрос, вы получаете какие-то данные. И, по сути дела, это помогло выиграть, да, контракт. А вот. Но делать эти вещи, вот такие, минимум веевый продукт, он, наверное, несколькими способами. Быстро как получится, или же использовать что-то готовое. В нашем случае было уже что-то готовое. То есть мы до этого потратили, наверное, количество месяцев, в порядке трех, для того, чтобы на сетапе эти правильные симптомы от собрания компонентов до кучи. Но, как правило, получается все равно первая часть. Оно работает, только неизвестно как. Вот. Так вот, вернемся опять к тому же минимум веевый продукт. То есть, вот я тогда к этой презентации отверлся, я, в принципе, искал слайд, что такое минимум веевый продукт. И вот очень такой показательный, кстати, получается. То есть обычно, как, запилим, чтобы оно просто классово, например, там работала корзина, или что-то считала. Ну, допустим, если в этом, что такое немножко попроще. Та же самая действительность, ну, не в слайде, помню, было такое тестовое задание для того, чтобы попасть. Надо писать простевую книгу. Это было где-то 6 назад, может быть, позже, я тоже не знаю. Антон тут подсказывает. Вот. И, соответственно, если вы где-то простевую книгу делаете просто на липле фомочки какие-то, как попало, и оно сохраняет, потом что-то будет. Ну, вот это получается вот такое. А если вы там взяли, допустим, Twitter быстро, то есть уже два дня сделали, что он нормально смотрится, подключили там какие-то ротовые библиотеки, то есть по минимуму сделали, используя, допустим, то же самое колыб, пусть он там как бы не… не совсем он хорошо внутри выглядит, но, тем не менее, кто-то не играл, либо страдал, либо нормально работает, и выглядит хорошо. Вот тогда это действительно в нем был продукт, с которым можно выступать и кому-то пытаться продать. тем же самым, кто если подникать. Ну и, собственно, если уже приближаться к новому проекту, который мы делали, то это вот вкратце те технологии, которые мы использовали. То есть мы использовали Jenkins для того, чтобы проверять скорость нашего кода, поменять автоматические тесты. Вот. Проект каждый комит. Мы использовали Condexception для тестов. Но с Reception там была немножко другая ситуация. Изначально мы хотели использовать BDD, BFET для тестирования. Поставили его. Вот. Потом PHP юнит надо было попробовать использовать. Это уже две разные библиотеки для тестирования. Ну вот для разных тестов используются. Поэтому к тому моменту, как бы сказать, когда мы уже дальше начали развивать этот вопрос, то мы уже начали использовать Reception, который сейчас меняет и емочные, и функциональные, и юнит-тесты. То есть на данный момент у нас сейчас, если мы покрываем тестами наш проект, мы уже, правда, не используем ни Jenkins, ни PHP-юнит. Мы используем на данный момент уже GitLab CI и Docker тоже используем. То есть получается как? Если нам надо провести какие-то приемочные тесты, то мы для этого используем Selenium Environment. Есть такой контейнер, в котором запускается либо Chrome, либо Firefox. И всем этим управляет KDC-джет. То есть отдельно. А GitLab CI позволяет собрать полностью необходимый environment и, как бы сказать, в нем протестировать. То есть environment, которые у разработчики, которые на сети тестировали, и которые на production полностью идентичны. Потому что когда мы этот проект делали, у нас там получилась такая ситуация, что для того, чтобы его поднять, не было достаточно поставить просто Elasticsearch, например, или MySQL, или Monk, или Monk какой-то определенной версии. Нам было ставить конкретные версии, нам было описывать конкретные кофе, нам было все это затачивать по системам. Поэтому мы тогда взяли NCBook для этой цели. Есть много разных систем для настройки серверов. Тот же самый папок, например, Jeff, Sal или еще какие-то другие. Но мы остановились на NCBook именно потому, что он работает с командной строкой. То есть не надо обстанавливать никакой агент на сервер, который мы хотим настроить. Он просто подключается по SSH и делает свою работу. Из-за этого был выбран NCBook. Ну, про Git, я думаю, могу не останавливаться, про PHP тоже про MySQL. Ну, просто его все используют. Хотя, например, можно было бы взять и просто GIL. Но с ней кто-то мало людей работал. И я, в том числе, недостаточно. Но... Еще у нас была такая задача, что надо было проверить, насколько же наша система отказоустойчивая от нагрузка. То есть дать большое количество... большое количество коннектора, выдержать ли она или нет. Для этого мы используем J-Mac. И когда мы систему запустили production, тогда стал вопрос, как же узнать, обабатываются у нас задачи, например, в ходе или нет. Обновляются ли у нас товары в интернет-магазине или нет. Для этого мы начали использовать Zabbix, который не только мониторил состояние серверового железа, но еще и сам софт. Собирал метрики самого софта. Как аналог для Zabbix, если нам быстро запустить что-то, ну, то есть мы говорим минимум две продукты, на которые надо повесить еще какие-то метрики, было бы хорошо, то есть такая штука, как New Relic. Она платная, но это такой себе аналог Zabbix, в принципе. То есть она может потом собирать метрики по железу и еще дополнительно какие-то метрики из приложения. Ну, в общем, как это все начиналось? Начали мы с какого-то одного сервера, на который все поставили, что нам необходимо. В данном случае у нас тут было Apache, Mginx, MySQL, MAMCache, потом нам понадобился Radies, потом Elasticsearch и Simple. То есть вы можете все на одну ночь и на сколько. Вот. Но потом по мере разработки получается, что мы набилили какой-то костяк и надо эту работу параллельно. То есть надо дать какую-то часть системы и написать разработчику. Ну, соответственно, у разработчика должно быть свое какое-то окружение. Вот. Поэтому получается, что каждый разработчик опидет на своей машине. Такое можно проворачивать именно до тех пор, пока мы не вышли в продакшен. То есть это на самом деле не live, а это демо, которую там показывает заказчик. Когда заказчик говорит, что все ок, готово, запускаемся, мы можем это отдавать клиентам, тогда мы переходим к такой сервер. Когда у нас появляется какой-то демо сервер. И перед тем, как задеплоить что-то на live, мы деплоим это дело на демо. Вот. Соответственно, демо и live они настроены идентично. Для того, чтобы все машины идентично настроить, мы можем использовать Lensable. То есть когда такое большое количество софта и там есть какие-то зависимости, ничем не появляются, то, соответственно, для того, чтобы этим всем управлять, а когда у вас еще сервер не один, чтобы этим всем управлять, очень хорошо помогают средства автоматизации. И, соответственно, Lensable, он нам помогает развернуть приложение и на live, и на демо. И так то самое сделать, решить вопрос деплоя. Например, для Symfony, насколько я помню, есть такая вот кулзака в Capifonia. То есть она позволяет делать деплои. Она берет, ну так сейчас еще полезно написано, она берет, выливает на production новый код, и там, когда видит, что все прошло, процент и плод пошел спешно, переключает все время. То же самое, в принципе, мы сделали и с на Instagram. Ну и, соответственно, демо надо периодически обновлять. Вот. Соответственно, есть такая штука, ну как, любой софт можно поделить на три составляющие. Это код, это данные, и это конфигурация. То есть, если, допустим, с кодом все понятно определенно, для этого используется I. Вот. Конфигурация, в принципе, если вы не храните ее в базе данных, вы будете выносить текстовые файлы, тоже за счет GitHub прекрасно решается. То есть вы можете и конфигурацию держать под контролем по помощи данных. И как раз that principle позволяет контролировать конфигурацию сервера. Вот. Помимо того, что у вас, например, есть в этом, допустим, в Symfony, там есть Dev, Test, YAML, по-моему, и ProdYAML. То есть у вас есть ваше окружение для разработки. А вот с данными тут немножко сложнее. Тут, получается, только надо брать дампы и переливать слайбу на дым. Можно, конечно, использовать какие-то, скажем так, шаблоны или нагенерированные базы. Это вот ближе к тестированию, например, там есть какие-то стапы, моки, я еще не сильно это докопал, но завтра тут будет тренинг, я его прокопаю. Фикстура есть на меня. По-моему, фикстура называется. Соответственно, можно при запуске тестов как-то эту базу данных наполнять, но у вас не будет живых данных. Поэтому, как бы, на данный момент то, что мы делали, просто перегоняли базу данных и потом ее корректировали после этого, для того, чтобы не задеть продажа. Какие-то заглушки можно использовать для того, чтобы, например, email-ы не выходили, если у вас там есть какие-то рассылки. У нас в данном случае это было не так критично, мы там много рассылок не использовали, поэтому мы могли не ставить эту систему. Ну, собственно говоря, получается, как бы, у нас если с конфигурацией и с кодом все понятно, оно через их идет, то с базой мы либо используем фикстуры и какие-то у нас есть тестовые данные, либо мы их берем с продажа. мы решили брать продаж. Соответственно, вот у вас есть один сервер, как бы нагрузка какая-то, все хорошо, но потом получается такая ситуация, что у вас начинают писать веб-серверах это количество запросов, или, допустим, им просто не хватает, или там они сильно долго обрабатываются, как ты. Соответственно, приходит экологическое заключение, что надо увеличить количество этих серверов. То есть, если у нас раньше на одной машине какие-то, допустим, база данных на 7-м нормальной ресурсов ждет, то есть вы в одну машину не влазите. Получается, вы начинаете эту систему разбивать уже между отдельными железными. Отдельно у вас тут сервера, их тут может быть, допустим, несколько, отдельно с базой данных тоже вы можете масштабировать. Еще дополнительно мы в этой системе использовали так называемые «воркеры» для фоновых процессов. То есть у нас для этих целей использовался герман, и получается в базе данных была очередь задача, четыре очереди задачи запекались задачи, эта табличка была в базе, и «воркеры» там равномерно между собой разбирали. И таким образом мы могли снять какие-то такие длительные процессы, например, как синхронизация с другими базами. Мы могли это снять, например, с веб-интерфейсом или там запускать ночью. То есть вынести долго игралищие процессы отдельно. Ну и, соответственно, как мы работаем с GitHub. Из того, что я видел, у меня была просто в GitHub создалась какая-то ветка, вот как она там называлась, как-то шла ровно. Мы приняли... Ну, есть еще, кстати, правильный подход. Это, допустим, HitFlow, там где под каждую фичу создается отдельная ветка, там специальные алгоритмёрши, деньги, ну, в принципе, то, что здесь показано на слайде. Но мы как-то проще решили поступить. То есть у нас куда-таки принято три правила. Мы, например, в мастере всегда старались держать стабильный год. То есть то, что мы клоним с мастером, мы всегда должны работать. Если мы что-то деплоим на продактинг, мы обязательно должны на это повесить тех. То есть вплоть до того, что система деплоя она не понимала коммитов или еще чего-то, в самом деле она понимала, но разработчикам об этом не говорилось и не акцентировалось на этом внимание. Т.е. когда делал садеплои всегда вы, ребята, должны уходить тех. И, соответственно, получается контролировалась такая вещь, что не просто по какому-то какому-то непонятному, а вот по такому-то теху. Это проще было запоминать. Что, например, мы задеплоили там версию 0.9.1, например. Ну и, соответственно, для того, чтобы понимать в какой ветке что у нас лежит, мы ее начинали просто с фонера Ишуса. Т.е. все так довольно простенько. Это, допустим, по моему мнению немножко усложненная схема, но с ней тоже надо работать на других проектах, когда-то 5-метрового заказчика. А так, то есть, мы пошли на вот такие простые такие пары. Ну и, соответственно, поехали дальше. Я говорю, что у нас там, например, будет больше новых серверов. Для того, чтобы быстрее обрабатывались страницы. Ну и с базой данных, соответственно, тоже может быть мастер или слейд. Т.е. для того, чтобы нам... Как вот эта цепочка может работать? Т.е. есть DNS сервер, по которому определяется IP-адрес машины. Т.е. допустим, в замку комнаты находится на 127.0.1, грубо говоря. Примерно. Это локопус, на самом деле. Вот. Соответственно, у нас, ну, можно взять, конечно, попрописывать все IP-адреса наших серверов. Вот. Но если эти сервера добавляются динамически, то, соответственно, нам надо единая точка входа. Т.е. мы DNS сервер указываем на локопалансер и уже потом, если мы, допустим, какой-то из серверов там у нас, или перегружен, или поломался, или еще что-то. Или, например, нам надо что-то потестить на продакшене. К примеру. Т.е. нам надо сделать какой-то тест, который мы не можем проверить на демо. Мы берем этот сервер, вытаскиваем из группы балансировки. Т.е. IT. мы напрямую к нему коннектаемся в обход локопалансер, и на нем тестим какие-то хитчи. Но это, как бы сказать, уже не совсем может быть правильное, но очень редко иногда такое надо было делать. Когда нужно было с реальными API поработать, с реальными данными. Вот. Что-то проверить, то, что мы могли просто проверить на демо. если говорить про Амазон, то это был Elastic Load Balancer, вот это были EC2 инстансы, вот это мог быть RTS. Вот. Но мы не использовали там ни RTS, ни ни, допустим, какие-то сторонние сервисы Амазона, связанные, допустим, с тем же самым Redis. У них там, например, есть Elastic Kesh. Почему? Для того, чтобы мы могли успешно оттуда потом съехать. Единственный из сервисов, которые мы использовали это RTS. Вот. Это единственное зависимое дело. А так нам, функция не мешает взять в любом дата-центре машину, накатить те же самые скреты в Consigler и разбирать нашу систему в другом дата-центре. То есть Амазон здесь выбирался исходя из точки зрения, что если у нас нагрузка будет возрастать непроднозируемо, то мы могли бы быстро подключить необходимую машину. Вот. Вот. А базу данных, почему мы не используем стандартную RTS? потому что у заказчика использовались процедуры. Вот. А RTS там не дают полный доступ в базе данных, и поэтому приходится вот свои понимать. Плюс там плюс пришлось до этого всего настроить репликации. Последних пересек, насколько я помню, уже, да, меньше всего участвовал, но тем не менее. дошли до того, что таблицы с мастера перекидывались на сервис данных, и потом делался общет. Это делалось, ну там порядок этих данных где-то несколько гигабайт. Коннект между этими машинами был порядком гигабита или десяти гигабит, что-то в таком духе. Вот. Этим имеем мы не успеваем. Почему так? Потому что нам было производить определенные расчеты, это связано с e-commerce. Вот. И там было где-то порядка нескольких миллионов записей, которые надо было пересчитывать. И пересчитывать надо было меньше, чем за пять минут. Вот. И получается как? Вот эти вот данные копировались на слейле. На слейле делались запросы вот туда. То есть выбирались эти данные происходил перерасчет и все результаты записывались потом на мастер. Вот. Как-то так. Ну и, собственно, немножко об автоматизации. То есть это у меня пример структуры для ансигла. То есть это, конечно, у меня больше с примера взято, но тем не менее. То есть у нас есть один файлик, который называется конфигурация и есть один файлик, который называется Deploy. Вот. Файлик конференции, он отвечает за то, чтобы настроить сервер правильно, а Deploy разработчик запускает каждый раз, когда он хочет обновить софт на продакшене или на деми. Вот. Ну и, соответственно, у нас есть такая штука как роли. То есть, например, роли это может быть Nginx, это может быть PHP, FPM, это может быть MySQL, ну то есть, софт, даже так скажем, сервис, который надо настроить на машине для того, чтобы работала наша ПО. Вот. И здесь у нас, соответственно, есть какие-то определенные шаги, которые необходимы вам для того, чтобы это настроить. Вот. У нас есть какие-то обработчики, ну, по типу, например, если мы поменяли конфиг для Nginx, то взять и перезагрузить Nginx. Или не перезагружать, а просто переконфигировать его. Дальше сами конфиги у нас по бачке темплейс лежат. Вот. Файлс, например, если нам надо, не знаю, какие-то ключи положить, весь сертификат, тот же самый. Вот. Ну и вас. Это переменные, грубо говоря, чтобы мы там не лазили, в конфиги неправильно, мы можем вынести туда количество потоков, например, для Nginx. То есть, сколько нам надо поднять потоков для Nginx. Либо он автоматически будет делаться по количеству ядер, либо, допустим, наши четко заданные. Вот. Ну и, собственно, это все понятно. То есть, у нас здесь одна по бачке есть символ, где у нас прописаны все настройки. Соответственно, когда мы это дело выливаем каким-то образом, то у нас оно в консольке пишет, что тебе понравилось. Хорошо, хорошо, прошло, не прошло, что делать. Примерно надо так выглядеть. Ну и за счет этого, за счет того, что у нас это все гранится в конфигах, мы можем себе позволить поднимать две полностью идентичные машины. Две полностью идентичные машины не просто сделал, допустим, снимок виртуальной машины и потом из нее создавал и поднял, а просто взять чистую машину на нее на какую-то конкурировацию, которая нам необходима для работы. Ну и, соответственно, этот подход, конечно, писать и конфиг это долго, но зато потом, когда это все запускается, то виден выигрыш. Особенно, например, в том же самом деплое, если он не просто в таком разряде, что надо зайти на сервак и там поднять какую-то определенную версию хода. То есть, например, в данной ситуации, если вернуться назад, там, где у нас было несколько новых серверов, то как бы деплое сюда происходило? Одна из систем, которую я видел, как она, ну как там деплое называется? Там деплое влез на какой-то определенный сервак, вот, и потом рассинком это все дело затягивалось на остальные машины. Но в нашем случае была немножко другая ситуация. В нашем случае, пусть этих машин было ни сотни, ни тысячи, но у нас их было пять штук. Как бы, в чем дилемма? Дилемма в том, что на этих пяти штуках надо одновременно задеплоить новый код. То есть, это на воркеров надо задеплоить, их все время разное количество. Это надо на ворксерверах задеплоить, их тоже все время разное количество. Есть специальный планик для антифла, который может по каким-то темам вытягивать IP-адреса необходимых машин. Вот. И, соответственно, если у нас так было на Амазоне, то мы вытягивали IP-адреса необходимых нам машин. Вот. Одновременно нам все эти машины подключали с помощью Саши, деплоили туда новый код, подтягивали там зависимость базу данных мониторали. Вот. И когда мы видим, что на всех машинах это закончилось, мы тогда автоматически симлинки на всех машинах единовременно переключали. И таким образом выкатывалась новая версия софта. Вот. Там еще были какие-то нюансы, которые заставили нас не только переключать симлинку, но еще и плюс перегружать допустим, тот же самый Jinx. Очень быстро. То есть не было бы у нас вот такой системы автоматизации, мы бы эту задачу не смогли решить. У нас бы тогда были какие-то задержки и какие-то, например, неточности в данных, поскольку код бы не синхронно обновлялся на всех машинах. Соответственно, и обо Jenkins. Там в конце презентации будут ссылочки. Есть такой классный сайтик, как Jenkins с CI, по-моему, перечли. Ну, там будет все очко. А вот там в принципе полностью готовый конфиг для настройки Jenkins'а, на который вы можете подключить тесты, статический анализ кода и много полезных вещей. И у вас будет примерно какая-то статистика. Вот. Что я об этом могу сказать? Вот я, ну, изначально на слайдах там нигде не было гитлов в CI. Тут я вспомнил гитлов в CI. Вот эта система, конечно, классная, она давала какую-то информацию, но мы ее не использовали. Мы ее не использовали по одной простой причине, потому что можно было забить на тесты. А для того, чтобы мы, разработчики, не забивали на тесты, надо использовать pull requests. То есть, например, вот, если взять разработку какого-то open source проекта на GitHub'е, вы хотите вот это что-то добавить. то вы, как правило, присылаете, а потом клоните себе этот репозиторий, делаете какие-то изменения, потом заходите в основную репозиторию из своего и делаете pull requests. то есть, вы автор проекта говорите, я хочу добавить вот этот функционал. Соответственно, я считаю, что без pull requests вот в этом всем нет смысла. потому что как бы когда делается pull requests, мало того, что тот человек, который отвечает за систему, он просматривает код, изменения, погоняются вот эти все тесты, проверки. Вот. Если правильно настроить систему тестирования, даже сказать, скажем так, continuous integration и флаг, то она тебе еще и build не пропустит из-за того, что у тебя есть такая сложная дипломатическая сложность или, допустим, недостаточно хорошо закомментирован. Вот. Это все настраивается помощью PHP код снифера, который, кстати, где-то можно что-то показывать. Вот. Ну, в общем, чем я веду? Я веду к тому, что если мы будем браться за такие вещи, как continuous integration, то недостаточно просто, чтобы она у нас была. Надо, чтобы действительно каким-то образом гарантировать, что карты команды будут проверяться и что ошибки, которые будут найдены этой системой, они будут устраняться. Потому что без этого как бы получается такая ситуация, что нам надо это быстрее вылить на production, мы не успеваем давайте быстрее, 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 тестим, потом как-нибудь напишем, но и в результате это все скатывается в то, что это не происходит. вот. Соответственно, про подресепцию немножко. Когда-то на стимпеиспитах поступал тавер, автор этого фоэрборка, на самом деле классная штуковина, поскольку она позволяет, ну, что мне здесь нравится в этой системе тестирования, то, что она позволяет связать воедино все тесты. то есть юнит-тесты это то, что вы можете использовать для повышения качества своего кода в первую очередь. То есть я сейчас не говорю о том, чтобы проверить работает или не работает, а именно качество. То есть если вы не можете написать юнит-тест нормальный на ваш метод или сервис или там какой-то отдельный кусок кода, то значит ну и непонятно он работает. я люблю это сейчас потому, что, например, можно в разработке приложений использовать тонкие контроллеры, которые только принимают данные и что-то куда-то отправляют. Вот. Если надо, например, сделать какой-то фоновый процесс, например, вы отправите e-mail, то для этих целей лучше создать какой-то сервис, который будет отправлять e-mail. И потом вот этот сервис отдельно вы сможете создать и протестировать. Вот. А если у вас будет этот кусок кода, который связан с с отправкой e-mail в контроллере, то тоже протестить можно, но это будет немножко сложнее и не настолько изолированным. То есть подходы есть разные. Есть хуя-хуя как продакшн, вот, где мы пишем, как получится, а есть нормальная эксплуатированность проекта, которая очень долгая и выглядит как утопия. То есть понятно, что где-то по середине ответы. Соответственно, почему я в районе теста так говорю? Потому что я столкнулся именно с тем, что у нас есть сейчас какой-то кусок кода, даже много кода. Вроде бы изначально планировали, что оно должно быть как-то по модуле разбито, должно быть понятно, читабельно, но оно все усложнилось, настолько, что тяжело поддерживать. А вот, может быть, вы писали или не тесты, тогда это как-то спасло. Приемочные тесты. Вот, например, в этом кодоцепшене здесь есть некоторая разница функциональные и приемочные тесты. То есть, приемочные по ассоциации ну, в мыслях заказчика это больше с тем, что вот его приносит твой продукт, и он смотрит, и проверяет, работает оно или не работает. Это приемочные тесты. А функциональные тесты это непонятно, что это такое. Юнит тесты, я не знаю вообще, что это такое, зачем он мне делать. Вот. То есть, это только браузер работает прекрасно. А вот, для нашей разница между функциональными и приемочными тестами. Приемочные тесты это когда вы выполняете какие-то действия в браузере. Вот. Функциональные тесты это когда вы выполняете те же самые действия, но вы генерируете какой-то реквест, прогоняете через вашу оплекуху, и получаете какой-то респонс, и проверяете. Куда я между ними радася? То есть, для приемочных тестов нужен будет браузер и настроенный веб-сервер. Или хотя бы поднятые в ходе процессы который будет давать с генерированной страницей. Вот. Теперь протестировали немножко. Ну, это так раз и пробегусь. То есть, Джеймайдер мы там, ой, не Джеймайдер, сайт Джеймайдер мы там, конечно, не сильно маняли, поскольку мы не являемся профессиональными тестировщиками, но, тем не менее, везде мы там сделали нагрузочную систему. То есть, хотели посмотреть, насколько хорошо себя ведет система. Вот. И как она падает или не падает. То есть, мы запустили Джеймайдер для того, чтобы дать нагрузку, потом заходили на сайт и смотрели, как он там себя ведет. То есть, тормозит, не тормозит. То есть, на таком уровне. Конечно, если с ним подразобраться, то можно и создавать более сложные сценарии, шаговые, с переменными, и, как бы, тестировать намного лучше, чем просто на производительность. Так. Ну и, собственно говоря, запикс. Вот. Запикс позволяет строить всякие трафики интереса и предупреждать о каких-то надвигающихся проблемах. Например, у вас заканчивается место на диске. Или же оперативка. Или же, например, у вас там отборился ПРФБ. То есть, для вот таких целей мы использовали запикс. В данном случае это, как бы, нереальный график. Вот. Но у нас есть какой-то подобный график. То есть, я думаю, что у нас есть сервера, которые обрабатывают какие-то фоновые задачи. Так вот, вот этот график очень похож на количество запущенных фоновых серверов процессов на эти сервера. То есть, когда мы, например, перезагружали систему, они у нас выключались, и у нас получалось вот такое падение. Либо вообще падали. Например, там кто-то деплоил что-то некорректно работающее. Из-за, ну, там, большой оптической памяти и оно падало. В результате мы видели, что у нас, допустим, какая-то линия пропала. А на другом графике у нас там количество невыполненных задач вообще вырастало до нескольких тысяч. И потом, для того, чтобы эту проблему решить как можно быстрее, мы подключали, то есть, мы это пофиксили быстро, мы это вывели, и потом мы добавляли еще несколько серверов, для того, чтобы как можно быстрее разобрать эти задачи. Вот. И потом, когда все стабилизировалось, мы этот сервер выбирали. Точно так же там и по запроске сети, и, например, количество записей в редисе тоже, как бы с вами проводить. Вот. Ну и, собственно, чтобы было бы хорошо мониторить ваше положение после того, как вы его написали, вывели продакшен, и вот все им охотиться. Это, например, производительность. То есть, вы можете мерить, например, количество запросов, которые обрабатывают МЖИНС. Там, размер запросов, которые в очереди стоят, то есть, еще не отработаны. Процессор, скорость диска, количество операций ввода, вывода, то есть, все что угодно. Дальше. Получается, сетевые устройства. Какие у вас подключены, какие они подключены. Например, как у нас получается. У нас, сенсибл разворачивает новую, полностью конференцию на новую машину и потом автоматически подключается к серваку. Забиксу. И начинает добавлять данные. Изначально там данных немного, но там настроены шаблоны. Таким образом, что Забикс начинает определять сетевые интерфейсы, диски. То есть, подтягивает дополненную информацию. И просто, где-то минут через 10-20 у нас полная статистика как у сервера. То есть, кому-то мы даже особо ничего не настраиваем. Ну, и соответственно, там можно мониторить раз в ближайшее. Например, если мы говорим про вот эту часть, то вы можете даже какие-то метрики отправлять из приложения в Забикс. И потом на основании этих данных стройбику и какие-то графики или данные. вот. Вот я немножко проработал. То есть, сейчас то, что мы написали, оно как бы работает на вентуалках. То есть, есть какая-то железяка, на ней стоит гипервизор. Потому что часть CVO развёрнута на ASXI, часть развёрнута на Amazon. Вот. И соответственно, там, например, тротуал, будет нель, это всё дело развалчивое, что нам необходимо. Вот. Но с этим какая у нас проблема возникла? Проблема возникла с тем, что это всё равно, даже не с моим, потому что он здесь ANSIBLE, все автоматизировано, довольно сложно поддерживать оказалось. Вот. Иногда даже бывало такое, что из-за того, что зависимости недостаточно качественно были прописаны, подтягивались немножко нитей библиотеки, которые необходимы, она работала немножко не так, как нужно. После этого эти зависимости прописывались более правильно. Так вот, если мы сейчас, ну это больше обмену лакопозы, если мы подтягиваем в зависимости от кода, было бы тоже классно также и подтягивать в зависимости необходимого софта. И тут мы плавно переходим к докеру. то есть, в идеале было бы хорошо сделать, чтобы у нас NoSQL поднимался в отдельном контейнере, в отдельном, но это уже тема не этого до следующего, когда это будет уже полностью готово. Вот. И таким образом мы бы смогли не только контролировать зависимости нашей на уровне кода, ну в смысле, то есть, например, подтянуть возраст bundle обнеделенной версии, я вот сейчас про это говорю, а мы бы смогли еще подтягивать необходимую конфигурацию серверов, то есть, MySQL версии 5.5. Но, даже давайте так, да, MySQL версии 5.5, но будет 16.04, там где стандартная уже 5.6. А вот там, конечно, можно еще поставить эту версию, но надо по-другому написать пакет установки. То есть, если бы, оно позволяет уже контролировать более качественное окружение, а не только ваш код. Вот. Ну и, соответственно, я думаю, что в презентации это будет опубликовано. Это ссылочек, по которым я собираю информацию для того, чтобы подходит в слайд. Вот. И, в принципе, если так в общих чертах сказать, то даже если мы получим, лучше наличие какого-то плана в начале проекта, чем его полное отсутствие. Поэтому, да, если вас там просят сделать быстро, как бы, не буду говорить качественно-дешево, потому что это не получится, но если вас просят сделать какую-то систему, то все-таки изначально лучше бы было какую-то архитектуру спроектировать и что-то спрагнозировать. в данной ситуации, я считаю, что это получилось. А вот в тот момент, когда мы за это договорились, там были некоторые решенные вопросы, мы их не смогли решить даже сейчас. Например, это связано с нагрузкой базой. Вот. Но там уже решение другое было. Это просто на базу, ну как, сейчас мы пришли к такому решению, что там базу просто надо разделять. и тут выходит уже на сцену такая штука, как микросервисы. У нас печень мира, она еще не сильно глубоко проникла. И всех мы для этого искали. Это больше всего микросервисы заточены. Лара были на данный этап, на данном моменте. Вот. Ну, а другие, там надо сильно много хорошей работы делать. Вот. Поэтому, собственно говоря, я бы хотел услышать вопросы. Может быть, кому-то что-то интересное. Спасибо за выступление. У вас не мелькало Redis. Каким образом вы использовали на каком этапе? Ну, Redis. Redis. Это был проект, ну, в общем, там несколько фрейморков институт систем. Вот. Одна из систем была написана в Navi как раз. Вот. И там был модуль для очевидей, по-моему, Redis называется. А вот. И в нем использовался Redis. Сейчас, ну, как бы, в принципе, он там, наверное, останется, просто будет более широко использовать. Redis мы использовали, поскольку это была зависимость для модуля Redis. Вот так вот. Вот. На самом деле, Redis — это высокопрозрительная база данных, которая работает полностью в оперативной памяти и, в отличие от ММКШ, сохраняет данные про перезагрузки сервера и без сервиса. Соответственно, например, Redis можно было бы использовать еще как базу данных для чата с большим количеством посетителей. То есть, такие решения и видео, когда у меня 10 тысяч пользователей, вот, и они там чатиться. Вот. Либо же, например, для контроля оплат, когда у вас там несколько миллионов человек. Вот. Можно, конечно, в тренинге базы данных, можно в Redis и написать какую-то крутую технологию, который будет делать более сложные выборки, чем просто получить значение по ключу. То есть, например, высчитать какой-то вес или там какие-то другие условия. то есть, для этих целей можно использовать Redis. В нашем случае Redis это просто хранилище для тасков очередей. Еще вопросы? Я ответил на ваш вопрос. У меня есть вопрос. Меня зовут Максим. Тарас, вы сделали очень большую работу, но я приготовил большой список вопросов. Я пытаюсь зачитать немножко. Бизнес смотрел на то, что вы делали? Еще раз. Бизнес смотрел на то, что вы делали? То, что вы делали со стороны, поддержали свои инфраструктуры, со стороны настройки мониторингов, со стороны усилий, приложенные для того, чтобы контролировать IOPS, CPU, количество воркеров и что-то еще. У меня вопрос вот в чем. Кому адресовались все метрики? Например, Docker репозиторий. Docker репозиторий. Мы использовали какой-то репозиторий? Нет. Мы сейчас помоем. Хорошо. Насчет метрики. Кто смотрел запись? Команда плюс PM. PM, например, интересовало количество задач в очереди, если что-то падало. Либо же мы таким образом быстро находили ошибки в своей системе. Контролировали зависть, бизнес, требования, которые подвигал заказчик. Например, загрузка оплаты не более двух секунд. Например. Время загрузки страницы не более двух секунд. Время загрузки в любую страницу. То есть это мониторировалось, мониторилось, отправлял заказчику, там, правильно? Это был запись заказчика. Он имел тогда прямой доступ. Супер. Супер. Вы просто делаете страшный успех. У меня еще один вопрос. Почему вы поменяли менеджевую инфраструктуру, которую это задает Cloud, Azure, Amazon на собственноручно настроенные сервера, собственноручно настроенные версии, собственноручно настроенные патчи безопасности, собственноручно настроенные парни DevOps, которые все это поддерживают. Почему поменяли Amazon на железо? Не только Amazon. Любой. Любой сервис. Ну, если бы мы использовали приоритеты Amazon, то мы бы были их заложниками. А сейчас получается ситуация такая, что надо снизить затраты на ресурсы. Вот. И, соответственно, Amazon, как бы сказать, выходит немножко дороговато. Поэтому нам дешевле взять какие-то сервера сейчас на том же самом немецком версере. Вот. И на нем развернуть эту систему. Сколько стоит простой из-за обновления NGINX, из-за того, что вышла новая версия, которая сняла другую SSL? Сколько стоит час, два? Сколько стоит час простой системы? Я именно поэтому спрашиваю, знает ли бизнес о том, что вы настроили с технического плана? Потому что это первый вопрос, который нужно задавать тем людям, которые не только платят деньги, которые забирают потом результат. И этот результат, к сожалению, значит, может быть не нужен. вот мой основной посыл. Я был удивлен, что вы отказались, например, от какого-нибудь fully manageable SQS очереди или Azure, или чего-то еще и взяли Redis отдельно и сделали из него что-то и потом оно как-то крутилось. Кто смотрел за памятью? Кто смотрел за этими машинами? Зачем это делать, если можно использовать autoscale в клауде и все нормально? Ответ на ваш вопрос такой, что мы не хотим завязываться на Amazon. Да, я это понял. А у меня последний вопрос. Вы сразу сказали, что нужно с перехода с одного сервера на два сервера. То есть вы сказали, что мы поняли, что нужно больше серверов. Это изначально закладывали? Да, да, да. То есть мониторинг вы делали с сервера? Несмотря на то, что я сначала так. Нет, мониторинг появился в процессе. А как вы поняли, что он будет больше? Потому что больше ресурсов? Ну, там есть стандартные мы изначально закладывали, что нам надо будет больше одного сервера, что нам надо будет блок балансер для этих целей. Поскольку там был и фронтенд, и API на этих серверах. И, соответственно, для того, чтобы мы могли как-то это дело масштабировать, то мы взяли, пошли на Амазон, потому что там быстро машины сможем достать. Ну и соответственно, тогда уже и на старте закладывали, что будет несколько серверов. Потом уже со временем, то есть когда уже отписался конфиг, изначально изначально было на столе. Мойский элит, МГХ, ПХП, последнюю очередь мы уже закладывали на этапе. То есть на последнюю очередь это не через полмода, не через год закладывали. Я понимаю, о чем вы говорите. На самом деле мне даже удивительно было, что у вас и блокбалансер и ЕЦ2 машины на части Амазона машины Сейчас здесь я скажу, ситуация такая, что сейчас ситуация такая, что оказывается не надо масштабировать все эти вещи, они так заправляются нормально. Надо решать сейчас вопрос базы данных и соответственно для того, чтобы ускорить работу базы данных то лучше перейти не на виртуализированное железо, которое будет стоить дешевле напрямую с ним работать. То есть вы убираете свои опции или там в CPU или в количество RAM почему вы решили, что меня интересуют ключевые метрики мы решили по кому что Есть несколько видов масштабирования горизонтальные и вертикальные вот нельзя бесконечно масштабировать сервер вертикально то есть если у вас какие-то проблемы то соответственно поставив более мощную железку мы это не решим я с ним согласен вот но сейчас потребностей нет в этом сейчас они хотят слить восход и уйти с Амазона на более образовательные сервера за эти шутки чуть дороже микрофон он включен все нормально такой любопытный момент раз уточнили что в один момент решили от Jenkins уйти в сторону как я понял GitLab CI вот да хотелось бы узнать почему было принято такое решение и какие преимущества будут насчет этого получения хорошо почему мы шли вот Jenkins в пользу GitLab CI изначально Jenkins был настроен его использовали его смотрели но потом после перестали пользоваться вот соответственно для того чтобы ну почему перестали пользоваться потому что коммит можно было сделать и так это никто особо жестко не контролировал соответственно если делать разработку через полные квесты то так как бы пока коммит кто-то не просмотрит ответственный человек не нажмет не замерзнет то есть если он понимает что это его ответственность полная за то что он коммит принимает пересмотрит пот а это все еще проводится тест и у меня автоматически там будет стоять зеленая малышка то как бы в моем понимании Jenkins не позволит этот процесс ой в смысле этот GitLab CI позволит этот процесс поддерживать поскольку я там могу контролировать то что коммитится если например тест и вайдс можно показать что вот смотри логики билда вот смотри короче пока не пофиксишь неисправлено что я могу конкретно какую-то строчку взять и по коммите скажу здесь меркнуть назвать неправильно или здесь используют другие вещи то есть переделать соответственно на самом деле в Jenkins либо я не нашел необходимых планов вот либо я на тот момент не смог выстроить правильный процесс в GitLab CI я это могу выстроить вот Jenkins я могу только проверять и когда кто-то деплоит код с завалившимися тестами в RTA ну 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 как бы не будет опыта насколько помню Jenkins тоже настраивается там тоже можно обнаружить даже коммитс который все плавно такой вопрос можно задать а Jenkins может мелочить ветки в успешном прохождении тестов или как просто если вы знаете какие-то речи я бы сразу все это услышал или может потом я поставил очень вторую встречу на вопрос не он смотришь или другие системы как типа Тревеса или типа TeamCity я когда-то использовал но очень мало в основном для деплоев использовали тоже как вариант но это я не скажу как ядно еще поскольку мало с ним работал то есть я с Jenkinsом много работал много работал с GitLab с CI немножко с Тревесом сталкивался ну и безусловно все ну а GitLab он в отличие в Тревеса позволяет сделать то же самое только его можно еще поставить на свой сервак и они его постоянно пили окей спасибо Здравствуйте я хотел спросить если вы используете GitLab то и в репозиториях вы тоже на GitLab и W всегда держите да спасибо а системы обновления проекта не RedMine и он практически синкреется RedMine подтягивается в таске все коммиты да спасибо 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 я думаю фейки и хрегат тоже еще один вопросик когда у вас происходило то что есть в данном случае какие особенности вы можете что именно вам приходилось переделывать для того чтобы работать а там вроде ничего не проходилось ну там изначально с базой транзакции еще услышало немножко такое вот было сейчас и это будет сам вопрос вы по своему проекту там убрали власти все еще можете это не симпросов хорошо значит по поводу симфонии масштабирования проблемы с которыми мы столкнулись ну вроде бы особой проблемы не было было две маленькие такие вещи которые мы все-таки закопались первое это время жизни сессии вот то есть ну ну сейчас вернемся к этому значит когда вы настраиваете урок балансер вы можете сделать для низкой имидж ну вы можете искать информацию там даже больше будет но две рассмотры ситуации то есть когда он поочередно будет поставить запросы на каждый сервер либо когда вы подключаетесь он у вас будет каким-то определенным сервером вот соответственно у нас было настроено линкование с определенным сервером вот и там сессиями никаких проблем особо не было вот но у нас там была другая проблема у нас почему-то сессии через ну там была галашка запомнит меня вот я почему-то каждый час все равно слетал то есть они совсем связаны с масштабированием это больше связано с настройками PHP это было исправлено сейчас уже подскажу как но исправлено а вот можно было эти сессии вынести там куда-то в отдельное занятие это ну это не сделали да потом с базой данных поскольку мастер и слейл у нас был то мы там все-таки мы используем так для даже так я бы сказал DBL для работы с базой данных вот мы там для того чтобы перестраховаться то что у нас там была такая ситуация что когда данные синхронизировались мы долго не могли настроить чтобы базы были полностью все плотные когда проходил вот большой объем данных вот пересчитывали сцены то эта база там могла отставать на 100 секунд и более поэтому поэтому мы там добавили себе соответствующую проверку код что перед запросом на слейв например мы отправляли это отставание если оно там это отставание кстати было как в Женкинсе но они тоже в смысле там зависим вот если там отставание было больше 2-3 секунд то мы да соответственно запросы все отправляли на мастера то есть пока мы не с этим боролись то вот у нас был такой код в симпони который контролировал отставание слейва от мастера соответственно мы таким образом были уверены в том что мы работаем со свежими данными то есть так или иначе это какие-то запросы и вы не знали о том что да это делался какой-то SQL запрос сейчас точно и скажу ну то есть там есть это show variables если мы SQL написали и когда вы настраиваете слейв мастер то у вас есть у этих переменных и переменных которые указывают отставание вашего слейва от мастера в секундах вот и довольно часто у нас например слейв сыпался из-за того что кто-то там выполнял какие-то процедуры или запросы с несуществующими данными просто SQL с ошибкой выполнили он перелетался на слейв вот из-за этого слейв упал вот это тоже такая штука это было соответственно ну вот так мы с базой больше больше Торнечевскую и не вспомню поможет что делать и Elasticsearch Elasticsearch используется больше для выбора сложных то есть это каталог с товарами и соответственно надо было там меньше чем за секунду брать и выбирать по цвету или по размеру или по цене в каком-то диапазоне еще что-то плюс обшировать товары по определенным весам то есть мату лучше выбрать еще высчитать там вес вот для этих целей мы Elasticsearch использовали ну точнее то что мы получили на следствах это был и фреймлок еще еще спасибо за доклад только хотел спросить про сессии скажите вы все-таки файлики делаете? да понял а какая стратегия балансов была просто ну вот заходит чувак и линковка идет до краудробин до разной стерваки нет краудробин не было клиент привязывался к серверу что происходило когда сервер он переходил на новый сервак и еще такой вопрос можно было как-то ухитриться и сделать так чтобы тесты прогонялись до коммита да можно было сделать гидгук окей все спасибо в принципе можно было но опять же не помешать разработчику закоммититься если он закушен он закоммитится сейчас спросите вас вы у вас проблемы возникали в процессе если были то как в первую очередь откатывались до предыдущего состояния или фиксили когда это было возможно откатывались до предыдущего состояния когда откат был через счет трудозатратным то есть мы не могли просто так взять задеплоить предыдущий тех то тогда быстро зафиксили а как быстро обычно фиксили ну а там зависит от ситуации в данном случае надо было правильно взять пофиксить и вылить новую версию кода с таким большим количеством серверов нельзя на машину зайти и подправить ну и это не совсем правильно так делать и еще вопрос есть здравствуйте скажите у вас бэкапы какие-то работали у вас данных или еще чего-нибудь да это несколькими способами можно было делать либо через экстра бэкап либо через mysq там вот в данном случае бэкапы сейчас бэкапы делаются через mysq dump mysq extra бэкап но почему-то при их развертывании были некоторые проблемы то есть они всегда разворачивались поэтому там бэкапы мы не закроем то есть здесь она была бы в общем причем она была бы снять быстро снимок системы вот если мы делаем бэкап с помощью mysq dump то база данных должна быть остановлена для того чтобы сделать точный снимок соответственно либо mysq начинает все запросы оставлять кишей не менять пока мы не сделаем то есть блокировать базу данных пока мы этот драмп не сделаем вот либо же есть второй вариант это mysq extra backup который делает снимок базы данных и потом еще дотягивает изменения необходимых вот то есть сначально у меня там нестабильно работало потом я в принципе написал скрипты которыми гарантированно работали вот и используем mysq extra backup для установления базы данных то же самое по мне то есть еще вопрос можно какой процент скажем так покрытия тестами у вас про это приемы нет нет такого походения ну то есть вы делали тесты ну когда мы поднимали вопрос по поводу теста нам сказали потом потом да то есть мы тесты написали приемочки вот и на этом все закончилось на второе второе вопрос хотел задать сколько времени ушло с общего количества времени на тестирование я думаю там даже меньше десяти процентов спасибо поскольку это делается на старте мы уже перестали делать привет Тарас вам привет спасибо за доклад этот проект вы уже сдали как бы и закончили или вы продолжаете поддержку сейчас я бы сказал так же продолжаем поддержку но у меня вот как бы сложилось впечатление что эта архитектура как бы успешная то есть заказчик видимо доволен и наверное вы довольны но все-таки вопрос были ли какие-то ошибки и может быть вот если вы будете делать следующий проект что бы вы сделали по-другому я скажу даже так ошибки есть всегда и ошибки были одна из ошибок это то что на каждом проекте я примерно понял и уже довольно четко выучил это вот если есть какие-то сомнения какие-то риски например технологические вы не знаете как это сделать как сайт например не подозреваете ответы не можете найти потому что так или иначе это когда проект проектируется что-то ищется и думается о каком направлении будет и тут или там в данном случае есть вопрос который не будет что это с базой данных вот ее по-другому надо проектировать но на другом проекте например он был у меня связан это было локационное мобильное приложение там было проблем совершенно в том что айфон не мог стримать свою локацию то есть они там батарейку себе ожидали или еще что-то ввиду к тому что ошибки есть всегда вопрос лишь критичности этих ошибок вот и с некоторыми вещами например вот если не знаем как их делать или допустим я уже буду знать что это настолько критичная ошибка что проект не взлетит то скорее всего просто не возьмусь а вот здесь в этом проекте тут проблема даже ну как не знаю правда или неправда но из того что мне говорили тут проблема уже не сколько в базе то есть да база сейчас работает на пределе мы там ее немножко увеличили все хорошо но проблема в том что для того чтобы эта система дальше использовала как ее планировали там должен быть больше штат людей вот да больше штат людей они сейчас брать не готовы ну то есть как бы да с технической точки зрения с базой там просчет вот но мы даже когда запускали демон мы тогда и так и не знали как это сделать там более мощную машину конфигурацию подбирали но сейчас четко поняли что там один компания системы очень сильно грузит если его получится вынести то в принципе у нас и нападут на грузкости вот по continuous integration значит я все таки сейчас на данный момент пришел к тому что лучше работать через pull request и каждый pull request он должен тестироваться его должен какой-то человек просматривать сделать не просто как я вот пытался взять какой-то комит или по системе пройтись написать тудушки просто ребята посмотрите вот тут по правде или это есть правде или еще кто-то вот это получается получилось сильно накладным в том плане что нужно как бы либо на какие-то административные меры то есть наказывать вот либо надо самому за это переживать и самому это переписывать то есть доказывать эти все изменения правки и так далее то нам проще это все делать по чуть-чуть на каждом турнике и конкретно пока что такой вопрос слушаю вас еще раз вот создается такое впечатление ну что что когда вы работаете с клиентом со своим да вот этот проект вы другой команде передать не сможете правильно я понимаю сможем сможете да архитектура изменения нет не в этом дело это разрабатывается вместе с клиентом то есть мы больше расширяли их команды их ну вот если у вас такое ощущение что архитектура нуждается в какой-то доработке вы же все время сталкиваетесь с новыми правильными я понимаю ну есть ли какие-то запасные и возникает чувство что нужно для усовершенствования эту архитектуру менять а в каком направлении двигаться непонятно и когда просто задуматься над вопросом если мы этот проект в таком состоянии сдаем другой команде она легко справиться с этим нужно ли будет усовершенствовать или вот достигли той стадии когда уже просто остается сопровождать и все негатив и еще так как бы дополнительный вопрос часто ли клиент дает вам новые задачи которые требуют структурных изменений в проекте сейчас уже больше стадии что никто ничего менять уже не хочет то есть как ну менять можно можно доделывать то есть есть которые написали то есть мы там знаем определенную систему мы можем дорабатывать и сопровождать ну кстати сотрудникой команды передавать не надо дальше зайдут там побито на банды их там 5 штук но тем не менее сейчас основной кусок функционала написан я не могу справиться со своими силами дальше с системой сейчас такой логический итог на какую версию форта 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 получается проект стартовался года два назад тогда взяли версию PHP 5.5 сейчас на продакцию 5.5 да если переносить на 7.0 то что для 5.5 сейчас а почему ну во-первых это никто еще не пробовал сейчас во-вторых я спрашиваю код работающий на 5.5 вот так вот сходу заработаешь на 7.0 вот плюс вы сейчас помните к тому что дата поддержки закончилась 5.5 вот да момент да этот вопрос открытый надо перенаходить на 7.0 с технической точки зрения я бы так сказал вот но нам это сделать что такая информация я бы считал что многие проекты высоконаруженные после перехода на 7.0 гораздо легче работают в том числе и с базой просто быстрее но еще и 2.5 меньше ну надо посмотреть посадки спасибо спасибо с торфаком может недавно удалось восхитительный код который возникает апач 200 собачек вот произошла какая ситуация как у вас внутри вебсервера появляется или арм у вас только немножко из ху не может исключить subway Не деплойтесь в пятницу вечером. Мой ход был настолько воспителен, что он бы сработал не в пятницу вечером, а потом. Ну, у нас таких ситуаций не было. Если такое происходит, то аварийная ситуация, значит, надо подниматься и рассказывать, что там произошло, почему оно варится. Мне интересно было, как от этого можно защититься на каком уровне? Ну, я бы не рискнул делать какой-то автоматический откат системы. Не именно откат, а именно, чтобы он в раннем мире поднял пички на FPM. Ну, возможно, можно какую-то заглушечку привезать. Не брать таких сотрудников на работу и проверять сервера. Ребята, спасибо всем за вопросы. Давайте попробуем Тарасу. Ребята, если кто еще хочет задать вопрос Тарасу, вы можете это сделать на кофе-прейке и возможно даже после окончания имена. Спасибо вам за вопросы. Сейчас кофе-прейк. Спасибо.